О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Задержи, если сможешь, как силовики второй раз пришли за Саакашвили, но ушли опять ни с чем. Снова в раду, о чем говорили руководители ГПУ и СБУ в парламенте и почему нардепы опасаются за свою повестку дня. Не взорвал, как правоохранителям удалось предотвратить покушение на премьер-министра Великобритании. Скандальный перенос, переедет ли американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим и почему это может расшатать ситуацию на Ближнем Востоке. Ищет полиция. Михаил Саакашвили появился в базе данных МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов власти». И хотя бывший одесский губернатор постоянно светится перед объективами телекамер возле Верховной Рады, найти его правоохранители не могут уже второй день. А тем временем сегодня вечером заканчивается срок, в течение которого он должен явиться на допрос. С утра полицейские наведались в палаточный городок возле парламента, но завершилась попытка тем же, что и вчера, потасовкой. Как все происходило, расскажет Ольга Теребинская. Ранним утром около шести в палаточном городке возле здания Верховной Рады появились сотни полицейских. Они по запросу генпрокуратуры искали Михаила Саакашвили. Ведь сегодня вечером истекает 24 часа, которые предусмотрены законом для того, чтобы явиться на допрос добровольно. Но протестующие поисковую операцию приняли за штурм и оказали сопротивление. В результате между силовиками и протестующими завязалась потасовка. Как средство защиты от нежданных гостей, по данным полиции, активисты пустили в ход палки, топоры и даже бензопилы. Впоследствии 14 правоохранителей и двое гражданских получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, переломы и ушибы конечностей. Вся голова в колею. Дальше снимать не буду. Сам же Саакашвили, по одним данным, быстро ретировался из палатки в гостиницу «Киев». А по другой информации, его в лагере и вовсе не было. На людях он появился спустя несколько часов и заявил, на допрос в СБУ идти не собирается. Я готов принять их следователей здесь в лагере. После чего Саакашвили успел отметиться в разговоре с журналистом BBC Джоном Фишером. На вопрос, планирует ли политик сдаваться властям, задумавшись, ответил – потеряйся. Засветился на митинге и некий псевдо-журналист. По словам спикера МВД Артема Шевченко, этот мужчина принес с собой нож и был готов его использовать. А после задержания полицейскими начал кричать, дескать, оружия у него нет и вообще он журналист. В полиции просят всех представителей медиа, которые освещают подобные события, экипироваться надлежащим образом, надевать яркие жилеты с надписями «Пресса» и иметь при себе удостоверение работника СМИ. Ольга Теребинская, подробности, телеканал «Интер». В парламенте о Саакашвили говорили везде – и с трибуны, и в кулуарах. Нардепы даже стали опасаться за ключевое голосование – госбюджет 2018. Как вопрос бывшего одесского губернатора связан со сметой на следующий год, и что нового, сказал генпрокурор, который снова пришел в парламент. Далее в материале. История с Саакашвили второй день вносит коррективы в повестку дня парламента в кулуарах. Кучкуется охрана, силовики на каждом углу с собой карематы. Хотя депутаты уверяют, работают как прежде. Ни один политикан, ни один деструктивно налаженный гражданин или не гражданин Украины не зервет плановых заседаний парламенту. Впрочем, и о вчерашних событиях, и о сегодняшних упоминают практически все, кто выступает с трибуны. И даже два вице-спикера умудрились поссориться. Те, что вчинив генеральный прокурор вчера, его действия, на самом деле, является службовым повноважением. Генеральный прокурор зневажив. И зневажив не одного депутата, не депутата Олега Березюка. Он зневажив каждого из вас, потому что он зневажив в парламент, в стенах которого он выступал. Вихід есть только один. Президент должен негайно отстранить Юрия Луценко. Дуже дивно, что одна демократичная фракция выгоняет за голосование неправильных депутатов, а те, кто шашками митает, вважает своими найкращими представниками. Вы с ними разберитесь, пожалуйста, а потом будете давать порады генеральному прокурору, что делать. Генерального прокурора сегодня снова ждали в парламенте вместе с главой службы безопасности Украины. Многие народные депутаты понимали, что содержать такой палачный городок – это большие деньги. Но ответы на то, кто финансирует палачный городок, кто оплачивает питание людей, которые находятся там, кто оплачивает туалеты, которые там находятся, кто оплачивает обогрев этих городов, подвоз, полиграфию, кто все это финансирует. Эти вопросы, как и то, почему силовики не удержались Акашвили, и что было в палатках возле парламента ночью, нардепы адресовали генеральному прокурору. Я также, с одного боку, разочарованный и вчерашними, и сегодняшними ночными событиями. До речи, ночные события абсолютно законные, потому что пан Саакашвили после втечи оголошен в розшук. И РСБУ, и МВС должны его затримать. И это законная и необходимая действия в любой стране. Но мы могли бы быть более эффективными. Тих 12 работников Службы безопасности Украины, которые вчера везли в Саакашвили на допит, все участники АТО, под креслою, которые прошли бои, по закону, мали открытый огонь на вражение. Но мы думаем про государство, а Саакашвили, ховающись за спинами украинцев, обдуренных и купленных за гроши Курченко, думает только о потрясении этой государства. Правоохранители не хотят силовых провокаций, поэтому задержаться Акашвили ни вчера, ни сегодня не удалось. Что будет дальше в Саакашвили, зависит от него. Потому что сегодня полиция абсолютно законно пришла, чтобы его затримать и отправить к следствию. Но он с группой боевиков, которых его оточили, захопили комитет Верховной Ради, что находится на территории готеля Киев, выломали двери, выкинули звезды одного работника УДО, который охранял государственное помещение. И там позволили отдыхать. Все зарегистрировано как криминальное проведение, и этому также будет дана оценка. Нардепы же хотят расставить точки в этом деле и надеются, что происходящее не помешает им принять в бюджет и продлить мораторий на продажу земли. Не надана квалифицированная юридическая оценка всем тем днем, которые происходили вчера и происходили сегодня. Я не понимаю, как мы можем спокойно переходить к бюджету, принимать и готовиться к Новому году. Питание бюджета. Мы не поддерживаем бюджет, проект бюджета в виде, в котором он запропонован урядом, потому что мы считаем, что это типовое строительство полицейской страны с бедным населением. Наша позиция – мы должны проголосовать за оборону продажу земли. Это общая позиция, по-моему, у всех. И сегодняшние события отвлекают от принятия этого решения. Это абсолютно неправильно, потому что люди ждут стабильности на рынке земли. Что касается темы моратория, то профильный комитет рассмотрел 9 законопроектов, восстановился на одном, рекомендует принять практически копию действующего документа. Он носит характер продолжения моратория на год. И даручить Кабинету министров продолжить работу, ну и, как вы можете, закончить, по направлению закона про рынок земли. Нам обещают, что завтра поставят одним из первых на голосование. Для нас важно, чтобы продолжение моратории произошло прямо перед голосованием за бюджет, поскольку в зале будет мобилизация депутатов. Теперь главное, чтобы на пути депутатской мобилизации не стала мобилизация на улице. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Вадим Левун, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. События вокруг Михаила Саакашвили прокомментировал сегодня президент. На Яворевском полигоне во Львовской области Петр Порошенко заявил, что его шокировали разоблачения силовиков. Президент поблагодарил СБУ и Генпрокуратуру за профессиональную работу по защите государственности Украины и ее национальных интересов. Далее больше ставки враг робит на то, чтобы бить в спину, подрывать с середины, дестабилизовать ситуацию в Краине. И я неодноразово про это уже рассказал, что в Москве не шкодуют сил. Да и грошей у них, кури не клюют. И прозвище тут ни до чего. Знаете, я думал, что меня тяжко чимось удивить. Но то, что вчера увидела и слышала вся Краина, приголомшила и шоковала всех. Осен парламента в эти минуты проходит митинг сторонников Михаила Саакашвили. Собрались несколько сотен активистов, как и правоохранителей. Насколько спокойно на центральных улицах столицы вышел лик активистам Саакашвили, обо всем расскажет Руслан Смещук, он на Грушевского. Руслан, здравствуйте, без слова. Катя, добрый вечер. На данный момент протестующие с площади перед Верховной Радой постепенно расходятся по домам. Хотя еще час назад, когда выступал Михаил Саакашвили, их было гораздо больше, больше тысячи. Сколько точно сказать нельзя, официальных данных нет. Но вот, что называется, на глаз точно больше, чем вчера. А сам же Михаил Саакашвили со сцены провозгласил украинскую сечь, а также призвал своих сторонников, цитирую, готовиться к обороне и контратаке. Правда, что он подразумевал под контратакой, он так и не объяснил. И также он призвал своих сторонников в воскресенье провести большой митинг или марш. И еще хочу добавить неоднократно со сценой. В толпе звучала такая информация, что протестующие готовятся к повторному визиту силовиков. Напомню, сегодня утром, рано утром, здесь были столкновения между митингующими и представителями правоохранительных органов. На данный момент ситуация абсолютно спокойная. Здание парламента находится под охраной нескольких сотен сотрудников полиции и нацгвардейцев. Ну, на данный момент вот такая ситуация здесь. Студия. Спасибо, Руслан, за информацию. Руслан Смещук был на связи со студией. Он на Грушевского продолжает следить за ситуацией вокруг Верховной Рады. Уважать и всецело поддерживать конституционный строй и правовую систему Украины призвали послы стран Большой Семерки. Они сообщили, что знают о задержании Михаила Саакашвили и о том, что происходит в Киеве. Также дипломаты пристально следят за ситуацией. Послы G7 призвали, цитата, соблюдать права и обязанности мирного протеста и воздержаться от попыток дестабилизации. А еще ждут оперативного расследования. Те, кто занимаются расследованием, сегодня были в парламенте. С отчетом пришли генпрокурор и глава службы безопасности Украины. И не только тема Саакашвили была в центре внимания. Нардепов также интересовал вопрос взаимоотношений силовых структур. О том, нет ли конфликтов между ГПУ, СБУ, САП и НАБУ, расскажет Елена Зорина. Они ждали четверых, а пришли двое генпрокурора и глава СБУ уже постфактум. Спикер сообщил руководителю антикоррупционного бюро антикоррупционной прокуратуры. Не будет они в командировке. Вчерашняя телеграмма «Вернуться в Киев по делу срочно» не подействовала. Генпрокурор убеждает парламентариев. Директор НАБУ нашел дела поважнее. Артем Сытник, пребывающий в Соединенных Штатах, развернув очень брюхливую деятельность, чтобы поднять всю громадственность, и, в частности, наших партнеров по спильной деятельности, в частности, Федеральное бюро расследования, для дискредитации Генерального прокурора и всех правоохранных органов Украины. Молодой руководитель молодого подраздела, на жаль, не впорывался и с дотриманием чинного законодательства своей деятельности. Луценко повторил войны, между ведомствами нет, это миф, но тут же не упустил возможность вспомнить промахи руководителя бюро и откровенные нарушения, такие, например, как незаконное прослушивание. Суд позволил НАБУ прослушать, снять информацию, не прослушать, снять информацию 17 абонентов. Снял из 114. Кто эти люди? Это охрана президента, воюющие страны, это народные депутаты, это суды, это другие чиновники. Сняте такой информации без решения суду есть порушением конституционных прав, которые кураются так же, как незаконное прослушивание. Я это точно знаю, потому что проходим это сам. А вот о коррупционном деле, миграционной службе и сорванной спецоперации отчитывался уже глава СБУ. Он намекнул, что еще нужно выяснить, была ли взятка или ее спровоцировали агенты бюро. Но о самом конфликте между ведомствами Василий Грицак предпочел говорить сдержанно. У нас довольно нормальная рабочая взаимодействие, как с НАБУ, так и с Генеральной прокуратурой, с Министерством внутренних справ и с другими субъектами оперативно-шуковой деятельности. В однажды я не могу понять, когда кому-то даются какие-то преференции, а не понимали вынятки. В свою очередь главы САП и НАБУ, находясь в США, после участия в глобальном форуме по возвращению коррупционных активов, заявили, что свой визит в Штаты прерывать не намерены. Дескать, телеграммы ни от Луценко, ни от спикера Порубия не получали. График американского вояжа расписан у Холодницкого и Сытника до 12 декабря. Елена Зурина, Екатерина Лысенко, Евгений Каминский, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. В рядах НАБУ работают американские правоохранители. Об этом говорится в сообщении Госдепа США. По его информации, американские следователи помогли детективам бюро конфисковать миллиард и 300 миллионов долларов наличными. Также, согласно данным ведомства, заокеанские специалисты помогли установить, что из Украины были похищены более 3 миллиардов долларов госсредств. Благодаря совместным действиям открыто более 300 уголовных дел, говорится в сообщении Госдепа. Уже завтра нардепы должны утвердить главную смету страны на следующий год. Для правительства это сейчас важнейший вопрос, заявил премьер Владимир Гройсман, но не госбюджетом единым. Что нового сегодня приняли на заседании Кабмина, знает Любовь Кукла. Заседание Кабмина началось с поздравлений. Премьер благодарил военных, ведь сегодня в Украине отмечают День вооруженных сил. Украинскую армию Гройсман назвал одной из сильнейших в Европе. Мы должны не только уважать и уважать украинских героев, воинов, которые защищают нашу родную землю, которые дают нам возможность проводить необходимые изменения. Но мы всегда должны так работать и так жить, чтобы нам не соревновало было смотреть в вичи украинским воинам. От лирики сразу же перешли к решению насущных вопросов. Главной темой был госбюджет. Завтра его должны рассмотреть в Верховной Раде. Поэтому Гройсман в очередной раз обратился к нардепам с надеждой, что они дружно нажмут на кнопки и не растянут процесс до новогодних праздников. От завтрашнего решения зависит, как мы проживем следующий год. Я бы очень просил сегодня рассмотреть все необходимые решения, чтобы завтра, буквально с начала рабочего дня украинского парламента, мы имели возможность абсолютно четко принять решение и дать четкий сигнал до каждого населенного пункта страны про абсолютно стабильную финансовую ситуацию в нашей стране. Но не планами едиными. Говорили и о достижениях, в частности, о борьбе с рейдерством. Нами было рассмотрено 491 звернення. Из них 136 стосовались безпосередних фактов рейдерства. За этот период уже было порушено 17 криминальных справ за этими фактами. Очень важно, чтобы каждый рейдер знал наше гасло. Обличьем в подлогу. Это самое главное. Можем всех абсолютно полностью остановить. Позарившись на чужое, получаешь сразу реакцию национальной полиции. А еще сегодня в Кабмине приняли документ, который меняет правила регистрации земли в Украине. По заверениям правительства, это позволит уменьшить количество случаев рейдерства с земельными наделами. А также исключит пресловутую двойную аренду участков. Любовь Кукла и Сергей Келивник. Подробности. Телеканал Интер. Достойных зарплат и стипендий требовали сегодня у стен Кабмина. Более тысячи студентов и педагогов вышли на митинг, чтобы сохранить госфинансирование колледжей и техникумов. Просили не допустить их передачу на баланс местных бюджетов. Из-за этого, уверяют активисты, начнутся проблемы с финансированием. Студенты боятся остаться без стипендий, а преподаватели без работы. Поддержал протестующих нардеп Сергей Каплин. По его словам, повысить стипендии, зарплаты и пенсии необходимо, причем больше, чем в два раза. Это опасно, что часть колледжей просто уничтожает. А часть молодых людей, которые способны и готовы работать на уровне средней ланки производства, не прийдут на эти производства. Наши чуткие вимоги – минимальная пенсия – 5 тысяч гривен, минимальная зарплата – 10 тысяч гривен. И я запевняю вас, мы имеем чуткие фаховые рассчитания международных и национальных экспертов, где доводится, что это сегодня абсолютно реально. Мы завтра выводим людей в прау, выводим студентов, выводим лекарей, вчителей с ультиматумом и вымогой категорично принципово поднять размер пенсии и зарплаты. Нас тут будет завтра тысячи. Нафтогазы Украины аннулировали все лицензии на добычу газа и нефти. По решению суда, Госслужба геологии «Недр» расторгла три соглашения с монополистом на разработку пластов в Полтавской области. Претензии к компании основывались на обращении Полтавского облсовета и нардепа Сергея Каплина. Напомню, еще в марте этого года Госгеонедр временно запретила НАКУ добывать топливо. Нафтогазу дали месяц на устранение нарушений в местах разработок, но ничего не изменилось. И как следствие, разрешение полностью отменили. Маски-шоу «Стоп» – закон о защите бизнеса от давления силовиков вступит в силу уже завтра. Сегодня текст документа опубликовала газета «Голос Украины». Теперь судебные разбирательства и досудебные расследования будут автоматически фиксироваться с помощью аудио- и видеосредств. При проведении обысков обязательно должен присутствовать адвокат. В правительстве уверенно закон оживит деловую активность в Украине. Министерство здравоохранения закупило ненужные лекарства на десятки миллионов гривен. Счетная палата Украины после проверки нашла в действиях Минздрава признаки уголовных нарушений. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. По ее информации, счетная палата потребовала от Минздрава привлечь к ответственности виновных, а свои наработки передаст в нацполицию. Подробнее о том, сколько госсредств было растрачено и сколько фальсификата продают в украинских аптеках, смотрите в пятницу в спецрасследовании программы «Подробности недели». Больше десяти обстрелов с начала суток в зоне АТО не утихают атаки боевиков. Враг применял минометы и танки на всех направлениях. Вблизи Авдеевки на Донецкой фильтровальной станции наблюдатели ОБСЕ установили направление обстрела. Откуда били, расскажет наш военкор Ирина Баглай. Размытую дорогу к нулевому рубежу может преодолеть разве что БТР. Водитель-механик мастерски лавирует по бездорожью. Ну как вам поездочка? Отлично. Так на передовую в День Украинских Вооруженных Сил доставили подарки для защитников. Собирали их первоклашки. Ученик Криворийской школы 85 разом с батьками передали нам такие подарки. Видите, как даже свои долоньки поврезали. Вот так вот, подивите, как символично, с привитаниями, с виршиками, передали смоколики нашим хлопцам на передовую. Но на торжества здесь нет ни минуты. С утра десантников поздравляют боевики. Будет открыто, мне лучше так пройтись, чуть быстрее. Дорога от нас. И уже через дорогу, то есть, их позиции. Работает смоколик. И он вперёд. Даже окопы в полный рост не укрывают от пуль боевиков. Ну, кошмарят, как говорят. Постреляли, отошли и всё. Просто, ну, стрелковое вооружение работает. Оп, аккуратно. Это что? Это лучше, это где, в бойнице. Через дорогу уже Донецкая фильтровальная станция. Для боевиков щит и гарантия. На их огонь украинские военные не ответят. Работали, то есть, с направлением ДФС, то есть, не самой территории, с направлением ДФС, так, чтобы мы не смогли по ним прицельно открыть огонь, чтобы не попасть непосредственно в саму ДФС. Пользовались этим. Дорога, разделяющая украинских военных и боевиков, фактически линия огня. Тишина тут гарантирована, лишь когда проезжают автомобили миссии ОБСЕ. Именно её патрули на днях зафиксировали в отчёте, как боевики сами же обстреляли ДФС. Международные наблюдатели выявили три попадания 120-мм мин и указали направление. Били с юго-востока. На карте АТО несложно определить, это оккупированная территория. Такие провокации не раз фиксировали и военные на передовой. Специально они попали, не специально, но огонь открывался с их стороны, я так понял, прилёт был с их стороны. Они хотели перебросить через ДФС по нашим позициям, но получился прилёт к ним, в саму ДФС. У военных же действует суровый запрет на ответный огонь. Как сообщают в штабе АТО, попадание в один из резервуаров с токсичным хлором на территории ДФС приведёт к вымиранию всего живого в округе. А несколько городов, в том числе Ясиновата и часть Донецка, останутся без воды. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Разногласия с Россией по поводу размещения миротворцев на Донбассе существуют, но их можно преодолеть. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании НАТО в Брюсселе. По его словам, РФ долгое время сопротивлялась присутствию голубых кассок на востоке Украины, но в результате согласилась, что миссия необходима. Таинственный посредник в Северную Корею отправили заместителя агенции КООН для переговоров. Но о его миссии известно очень мало. Зачем он в Пхеньяне выяснял Дмитрий Анопченко. Последние семь лет чиновники такого уровня Пхеньян не посещали. Но сегодня здесь Джеффри Фелтман, заместитель и доверенное лицо генерального секретаря ООН. Причем это вовсе не короткая формальная поездка. Он аж до пятницы пробудет. Фелтман – человек публичный и влиятельный, которого часто видят во время заседаний Совета Безопасности ООН. Именно его перед многими встречами просят дать официальную оценку ситуации в какой-либо стране. И уже на основании этих выводов Совбез голосует. Журналисты теперь ломают голову, зачем он поехал в КНДР, с какими полномочиями и почему именно он. В самой организации не захотели вдаваться в детали, а делались формальным комментарием. Это ответ на давнее приглашение властей Пхеньяна к политическому диалогу с ООН. Госдеп США заинтриговал еще больше, заявив, дескать, мы здесь ни при чем. Он направляется туда не от имени властей США. И, я хочу это пояснить, не едет с каким-либо посланием от властей США. И это очень странно, если учесть, что Фелтман американец. В прошлом один из замов госсекретаря Соединенных Штатов. Благодаря статусу ООН мог бы стать отличным посредником. При этом встреча у него на очень высоком уровне. С главой МИДа и топ-чиновниками КНДР. Неформально говорят о возможности разговора с глазу на глаз с самим Ким Чен Ином. Дипломаты, работающие при ООН, раскрыли карты. Неофициально, не под запись поделились с нами. Мол, Фелтман представляет лично генерального секретаря организации. Дескать, Антонио Гутерреш решил сам вмешаться в ситуацию. Видя, что Соединенные Штаты только обостряют и переговоров, по сути, не ведут. Хочет прощупать почву. Понять, может ли организация стать арбитром или хотя бы посредником в урегулировании этого конфликта. Ведь если миссия будет успешна, если это произойдет, то мгновенно вырастет авторитет и самой ООН, и лично генерального секретаря. А если так, понятно и секретность, которая сопровождает этот визит. И то, почему так мало информации об этой миссии. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Покушение, которое сорвалось в Лондоне, арестовали мужчину, который планировал покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Насколько серьезная была угроза и как удалось ее предупредить Светлана Чернецкая из Лондона? Несостоявшийся теракт в центре британской столицы. Уроженец Лондона собирался подорвать Даунинг-стрит-10. Его план был таким. Сначала привести в действие самодельную бомбу возле этих ворот, которые ведут в резиденцию премьера. Потом, воспользовавшись паникой, распылить перечный газ и пробраться внутрь здания. Главной мишенью преступника была лидер британского правительства. Наймур Закария Рахман собирался напасть на нее с ножом, а после ее убийства подорвать себя с помощью пояса смертника. Автор покушения 20-летний британец бангладешского происхождения. Его задержали в результате спецоперации, которую совместно провели полиция, контрразведка Ми-5 и контртеррористическая служба. Во время задержания у Рахмана нашли два набора взрывчатки. Сегодня мужчина предстал перед судом и сообщил, что не признает вину за покушение на премьера. Рахман обвиняет в подготовке терактов, а также в предоставлении помощи 21-летнему британцу Мохаммеду Акибу Имрану. Тот хотел присоединиться к террористам ИГИЛ в Ливии. Имрана тоже арестовали по подозрению в терроризме. В целом, с марта этого года британские спецслужбы предупредили 9 серьезных терактов в стране. Ми-5 и контртеррористическая служба на данный момент ведут более 500 операций. Это на треть больше, чем в начале года. В разработке около 3000 подозреваемых. К тому же есть еще 20 тысяч человек, которые раньше попадали под следствие и могут опять представлять угрозу. В стране до сих пор высокий уровень террористической угрозы. Это значит, что масштабная атака может произойти в любой момент. С начала года в Британии осуществили 5 терактов. Их жертвами стали более 30 человек. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Это подробности и далее в нашей программе. Эксперт со справкой в Ивано-Франковске чиновники пользовались услугами пациентки психбольницы. Что она оценивала из палаты? Лицо страны или гримаса, как пункты пропуска на границе, шокируют приезжающих. И будут ли там что-то менять? В Киеве выбрасывают на холод переселенцев представители Минюста силой. Выселяют из общежития 25 семей. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал один из активистов общественной организации «Луганская правозащитная группа». Здание, в котором проживали переселенцы, на балансе Института права и после дипломной подготовки Министерства юстиции. Никакого разрешения суда на выселение нет. Правозащитники заявили, что в общежитии отключили свет, выламывали двери, применяли силу и выбрасывали вещи на улицу. Они там вытаскивают женщин за руки. Одного из переселенцев выбросили в коридор, в котором он жил три недели. Мы будем следить за развитием событий и к завтрашнему выпуску подготовим материал об этом жилищном беспределе. В Прикарпатии областное управление юстиции пользовалось услугами эксперта из психбольницы. Чиновники подписали с женщиной больше десятка договоров на оценку конфискованного имущества. К слову, сама эксперт очень известная в области личность. Только в этом году ее несколько раз задерживали правоохранители. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Это ДТП произошло весной этого года. Пострадало трое молодых людей, в том числе и патрульные. Виновницей оказалась 33-летняя эксперт по оценке имущества Татьяна Михайлова. В числе ее клиентов есть и областное управление юстицией. После ДТП Татьяну Михайлову взяли под стражу, но потом выпустили под залог в 256 тысяч гривен. А несколько месяцев спустя женщину задержали снова. Доставили до областного наркодиспансера женщину, которая поводит себя агрессивно. Есть зафиксированы на видеозаписах факты, когда женщина кусала патрульных. Дело оценщицы передали в суд, но привлечь женщину к ответственности не смогли. Суд отримал подтверждающие документы, которые свидетельствуют о том, что в период 90-денного термина, в протяжении которого суд имеет право притягать до административности особу, вказанная особа перебывала на лековании в психиатрическом закладе. При этом, находясь в психбольнице, Татьяна Михайлова проводила оценку имущества для областного управления юстиции по нескольким арестованным объектам. Врачи психбольницы, где лечилась Михайлова, уверяют, что пребывание у них не может мешать женщине заниматься профессиональной деятельностью. В цифровый теперешний час, людина, даже будучи не на свободном выходе, также может через интернет чем-то заниматься. В управлении юстиции такое совпадение объясняют по-своему. Как правило, 99,9% экспертного оценка проводится за долго до подписания договора с момента призначения государственного выполнения вынесения постанови про призначение эксперта. В управлении юстиции не может впливать на выбор эксперта, так как это независимый выбор государственного выполнения. Иными словами, запретить государственным исполнителям и дальше пользоваться услугами эксперта Татьяны Михайловой никто не может. Правда, не исключено, что женщина снова будет оценивать имущество из психбольницы. Жанна Дучак, Полина Спасенко, Зиновия Автоназ, телеканал Интер, Ивано-Франковск. В Черкасской области почти два месяца без тепла, ФАПы и амбулатория. Из-за холода медики не могут даже капельницы поставить. Почему мерзнут пациенты и сотрудники, выяснял Станислав Кухарчук. В заведующей амбулатории говорит, были дни, когда температура опускалась до нуля, и люди вынуждены в таких условиях лечиться. На капельницы в дневной стационар каждый день приходит 5-10 пациентов. Официально отопительный сезон начался в Каменском районе 14 октября. Но котельная амбулатория не работает до сих пор. Ее так и не подключили к системе. Теперь здесь не могут ни лабораторные исследования проводить, ни инструменты стерилизировать. Дополнительных нагрузок, старая электропроводка просто не выдерживает. Сейчас дырчик нагреется, пойдет працювать. Кинец. Сухожаровый шкоп отключился, дырчик отключился, светло не мог. Все, нагрелось. 24 октября, не дождавшись газовщиков, сотрудники сами подали топливо на котельную, за что их оштрафовали почти на 300 тысяч гривен. Главный в тот же час не был. Мы это так и затопили. А 25 числа уже приехали с газовой службы, поставили плант. И это такие штрафы. Точно так же мерзнут еще в трех сельских фельдшерско-акушерских пунктах района. Главный врач райбольницы, в подчинении которой находятся ФАПы, не может понять, почему котельные не подключили. У нас проплачено и за включение. Лимиты есть, заборгованности нема. Есть распоряджение галереи администрации про начало копального сезона. В районной газовой службе винят руководство больницу. Дескать, заявку подали не вовремя. А потом газовщики якобы не смогли в ФАПах никого найти. 25-го прошла оплата за отновление. Выехали на место 25-го сразу. Ну, выехали и никого не нашли там. Это же тоже может быть. С полтора месяца? Да мы не ездим туда каждый день. Со вчерашнего дня тепло в сельские ФАПы начало поступать. А вот с амбулаторией пока не сложилось. Прежде нужно оплатить 400 гривен за услуги газовщиков, которые 25-го октября отключили учреждение от газа. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Ворота страны разбитые, ободранные, с допотопными туалетами иногда и вообще без них. Так выглядят украинские КПП на западной границе. Именно их первым делом видят иностранцы, которые въезжают в Украину. А недавно увидел и глава МИДа. Павел Климкин назвал картину тотальным ужасом. Марина Коваль тоже побывала на пунктах пропуска. Смотрите ее сюжет. Пункт пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе. Разбитая дорога, разрушенные админздания за забором, биотуалеты, в которых нельзя даже руки помыть. Это то, что видят люди, въезжая в Украину. Все начинается с туалета, как говорил профессор Преображенский. Да, вот. Зайдите, где тут туалет? Туалета нету. За состояние пунктов пропуска отвечает таможенная служба. Чиновники говорят, в долгие годы в бюджете не было денег на реконструкцию. В 2013 году удалось выиграть европейский грант на ремонт Ужгорода. В пункте пропуска даже плакат повесили. Правда, на нем написано, что работы должны завершить еще в конце 2015-го. Сорвал план подрядчик. Закарпатская таможня выделила фирме 12 миллионов гривен аванса та провела работы приблизительно на 4 миллиона. Оставшуюся часть денег возвращать не хочет. В прокуратуре открыли дело. Мы связались с этой фирмой, но от комментариев там отказались. А тем временем срочный ремонт требуется еще на нескольких пунктах пропуска. Министр иностранных дел Украины побывал на КПП Лужанка и был шокирован. Это, конечно, тотальный жар. Что мы видим с угорской стороны, полностью облаштован. Один взгляд на то, что делается у нас и то, что делается там. Это реально проблема. На таможне уверяют, что реконструкцию пункта пропуска Лужанка проведут в ближайшие два года. Что же касается КПП Ужгород, то обещают все отремонтировать в следующем году. Если уголовное дело не помешает. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Президент Трамп намерен объявить о переносе американского посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом заявили представители Белого дома на брифинге для журналистов. Новость уже вызвала бурю возмущения в арабском мире. Ведь, по сути, это означает признание Иерусалима израильской столицей. И эксперты по всему миру ожидают тяжелых последствий. Каких выяснял Сергей Оуслендер. Итак, президент Трамп настроен перенести посольство США в Иерусалим. Намерение это он обозначил еще в ходе предвыборной кампании. Но тогда никто и не предполагал, что оно действительно станет реальностью. Новость эта вызвала в Израиле небывалое воодушевление. В арабском мире настоящую бурю. Эксперты предрекают вспышку насилия. Америка объявила усиленный режим охраны своих посольств на Ближнем Востоке. Германия предупредила своих граждан, которые находятся в регионе, соблюдать предельную осторожность. Турция заявила, что если перенос состоится, Анкара немедленно разорвет дипломатические отношения с Израилем. А председатель палестинской автономии Махмуд Аббас сказал, что это просто погубит мирный процесс, который только-только сдвинулся с мертвой точки. Но больше всех возмущена Европа. В декларации Европы подчеркивают еще раз, что Европа не признает право Израиля даже на еврейские кварталы нового западного города. То есть речь же не идет о том, чтобы Америка построила новое посольство на территории старого города, который действительно официально оккупирован. А речь идет о западной части Иерусалима, которую и ее Евросоюз отказывается признать под юрисдикцией Израиля. С 1967 года, когда в ходе шестидневной войны Израиль захватил Иерусалим и аннексировал его, мировое сообщество отказывается признавать город израильской столицей и считает спорной территорией. Все посольства традиционно расположены в Тель-Авиве. Разговоры о переносе главного депредставительства США идут с 1995 года, когда в Америке был принят соответствующий закон. Но в нем же сказано, что президент США может наложить на его выполнение вето. С тех пор каждые полгода каждый очередной глава Белого дома подписывал документ, откладывающий решение этого вопроса. В преддверии речи Трампа израильская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности в связи с тем, что ожидаются массовые выступления палестинцев. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин